Здравствуйте! Вы смотрите программу «Разговор по душам». С вами традиционно в этом году, как и в прошлом, как и в предыдущие годы, Елена Бубнова в студии и врач-психотерапевт Алексей Зотов. Здравствуйте, Алексей! Здравствуйте, Елена. Традиционно здравствуйте. Решила немножко изменить начало и запнулась. Ну, это хорошо. Ну, у нас же разговор по душам, поэтому, наверное, можно иногда и ошибаться, я подумала. Ну, по крайней мере, наверное, зрителям будет видно, что вы живой человек и способны на живые какие-то вещи. Это такая большая история, большая проблема иногда для живых людей. Как мы недавно разговаривали, есть проблема, когда искусственный интеллект может функционировать как живой человек. Ну, есть определенная система тестов, которые искусственный интеллект должен пройти, чтобы его нельзя было отличить от живого человека. И специалисты начали замечать обратную ситуацию, что иногда живые люди общаются так, что их не отличишь от робота, от искусственного интеллекта. Ну, где-то там в сети. Ну, какие-то вопросы задают стандартные, какие-то ответы пишут. И иногда хочется спросить, ну, ты живой человек? То есть как-то проверить, да, просто написать, ты живой человек, не получится. Он, конечно, отпишет, напишет, что я живой. В общем, да. С Новым годом вас, уважаемые телезрители. Если вы к нам присоединились, я лично рад. Попробуем этот год периодически проводить вместе, как мы проводили предыдущий. Я полагаю, что нам будет о чем разговаривать, нам будет будут вопросы, которые необходимо будет обсуждать. В этом смысле жизнь продолжается. В этой нашей нынешней жизни возникают какие-то новые вопросы, вдобавок к старым. И, в общем, силами и слабостями человеческой психологии мы попробуем, наверное, что-то обсудить. У нас прямой эфир. Телефон в студии 202-11-22. Звоните, рассказывайте свои истории, которые с вами произошли на каникулах новогодних или вообще в данный момент происходят в вашей жизни. Мы с Алексеем готовы поучаствовать, поговорить, обсудить, поговорить, может быть, о чувствах, о эмоциях и о каких-то, может быть, проблемах. Алексей, пока мы ждем звонков от телезрителей, я хотела задать вам вопрос о таком интересном феномене. Я столкнулась с тем перед Новым годом и хотела спросить у вас, было ли, так ли это у вас происходит. У меня несколько лет назад была определенная деятельность, где специалисты оказывали некие услуги. Именно в парадигме тоже человек-человек. Это была такая помощь. И вот 30-е, 31-е декабря, просто вал звонков. Для меня это как будто бы звонки из прошлого, потому что я уже давно не работаю и не связана с той деятельностью. Но, тем не менее, люди звонят активно перед новогодними праздниками за несколько часов до Нового года и просят, помогите, дайте специалисты, сделайте что-нибудь. Вы, как врач-психотерапевт, сталкиваетесь с подобным? Ну, постоянно это каждый год происходит. И не только накануне Нового года. Просто накануне Нового года, ну, допустим, 30-го или 31-го, этот контраст высвечивается больше между тем, что уже вроде бы праздничное настроение, все там, может быть, покупают подарки, украшают елку, а люди ищут специалисты себе, да вот, ну, срочно, да, там, готовы завтра приехать, сегодня. Вот. Ну, такая же история и в будние дни происходит, я имею в виду в пятницу, например, да, не в начале недели, а вот в пятницу где-то под вечер. То есть наибольшая активность какая-то. Вот, да, я знаю по своим коллегам-докторам, по хирургам, по крайней мере, по экстренной помощи, где специалисты, коллеги удивляются, почему нужно было всю неделю тянуть и там в пятницу вечером звонить с тем, ну, что требует действительно серьезной, безотлагательной какой-то помощи. Ну, понятно, что в выходные дни организовать эту помощь будет значительно сложнее, да, в том числе там психотерапевтическую. Вот. Если вы меня спросите, почему так происходит, а может быть, вы уже спросили, я так это, может быть, продолжаю. Сначала я спросила, сталкивались ли вы с подобным. Да, регулярно, да. И у меня следующий вопрос, почему так происходит? Мне, конечно, интересно, у меня есть свои версии, я сейчас поделюсь. Я не знаю, насколько обсуждение этого казуса наше с вами будет полезительно для наших зрителей. Может быть, кто-то из зрителей, кто искал помощь вот так вот накануне новогодних праздников дозвонится до нас и расскажет о своих мотивах, потому что... Ну, конечно, было бы интереснее услышать историю изнутри, чем мы с вами будем какие-то гипотезы выдвигать. Потому что у меня гипотезы, ну, несколько ироничные. Ну, мы можем, то есть, мы не только можем выдвигать гипотезы, потому что же разговоры с этими людьми были потом, когда они приходят. Вот. И, в общем, какие-то вещи, ну, если мы говорим о психологических трудностях, психических трудностях, да, обострениях неких, то, в общем, праздничные дни, как бы это странно не звучало, мы тоже об этом говорим, предпраздничные дни, то есть, дни накануне хороших каких-то событий. Ну, праздник, в общем, по определению, это хорошие события, ну, в частности, Новый год, да. Ёлки, поздравления, в конце концов, отдых и так далее. Но это дни, которые большая часть, существенная часть людей ожидает с тревогой. Но многие проводят, например, в одиночестве эти дни. Например, в одиночестве... И хождение в офис ежедневное в течение недели для них это спасение, в том числе, от одиночества, ну, по крайней мере, на какое-то время переключения от этих тягостных переживаний. Или, например, люди, посидев день или два внепланово дома, целиком в своей собственной семье, чего очень редко, что очень редко бывает, да, обнаружили те самые проблемы, которые откладывались каждый раз, да. В ковид мы с вами обсуждали подобное. Ну, ну, что-то подобное, да. И, конечно, ну, третье, не последнее, наверное, тоже сюда в эту нашу кучку можем собрать, что год заканчивается, люди понимают, что они весь год что-то откладывали, и надо в этом году хотя бы забить колышек такой, если можно так выразиться, да, сделать первый шаг, как будто это может быть гарантией следующих шагов. Ну, то есть я пошел, да, мне давно нужно было обратиться к психологу, к психотерапевту, или нам нужно было обратиться, или нам, нашему ребенку нужно было, да, и вот кто-то из обеспокоенных мамочек, бабушек, может быть, звонит и ищет специалиста для того, чтобы эту работу начать, для того, чтобы какую-то галочку в прошлом году поставить. Мне как раз звонили родители детей и искали специалистов для детей. У меня по поводу ироничной версии, ну, так, да простят меня родители, я сама мама, и иногда к своему тоже материнству отношусь с иронией. Родителям как будто бы страшновато стало оставаться со своими детьми на все это время каникулы, с детьми, у которых там, ну, допустим, проблемы с поведением или еще что-то, ну, это одна из версий. Одна версия была связана с чувством вины, что весь год я как родитель работал, у меня не хватало времени на ребенка, а тут вот уже предпраздничные дни, 31 декабря еще на субботу выпало, надо позвонить и уже наконец-то договориться, просить помощи и решить вопросы какие-то со своим ребенком. Ну, да, есть такое впечатление, что часть дела, она ведь касается не только психологии, там, я не знаю, психотерапии, психиатрии, она, возможно, касается каких-то ремонтных работ, еще чего-то, ну, все, что можно назвать бытовыми, семейными делами, она как-то доделывается в последний день, может быть, последние дни для того, чтобы шагнуть в Новый год, ну, освобожденными, вот. Я думаю, что история с обращениями, она того же порядка, хотя я всегда держу во внимание, тут ведь всегда существует, как это сказать, опасностью это не назовешь, всегда существует определенный риск, когда мы индивидуальные истории складываем в одну корзину, индивидуальные истории людей, приводя их в соответствие друг к другу по похожести какой-то, все, ну, там, два человека позвонили в последний день, ну, у них истории могут быть совершенно разные, вот. И насколько это будет корректно, но само по себе это интересно, что, естественно, почему мы еще об этом говорим, естественно, у специалистов, ну, практически нет возможности ответить на этот звонок, на эти звонки качественно, да, что значит качественно? Организовать прием, потому что это уже выходные дни, это, скорее всего, перенос встречи на 4, 5, 6 дней, и не факт, что она будет актуальна через неделю, и это, ну, иногда хорошо, если люди через 6 дней, там, какого-нибудь, 4, 5, 6, если специалисты начинают работать, не приходят, то, может быть, ну, оказывается, что все как-то само собой устаканилось. Ну, астрота ушла, и, кажется, еще можно на некоторое время отложить. Вот, да, или люди почувствовали, что они это желание, эту мысль, эту необходимость пронесли еще через почти неделю таких праздничных дней, и, в общем, с этим обратились. Вот, но иногда это такой вызов для специалиста, потому что, ну, ситуации могут быть острые. Ну, конечно, если мы говорим о психиатрии, там, психических каких-то сложностях, то всегда есть скорая помощь, в конце концов, да, которая работает круглосуточно, вот, но большинство людей, конечно, не хотят прибегать к этой помощи, но это какой-то хороший, но крайний уже способ, да, и они иногда говорят, ну, нет, там, вот. Я думаю, что вполне, ну, так, в качестве, может быть, зарисовки, мы можем говорить о том, что попытка позвонить в последний день или в последние дни уже характеризует каким-то образом ту ситуацию, с которой люди пытаются прийти. То есть мозги, голова специалиста, психолога, психотерапевта обычно так устроена, что он еще и... Он начинает анализировать... Конечно, да, да. На входящих каких-то, да, шагах. Да, да, вот, там, по каким-то причинам в центр или ему, если у него телефон опубликован в социальных сетях, ну, там, звонят в 10 часов вечера или в 12 часов ночи, хотя у него, там, может быть, написано «отвечаю на звонки там до 7 часов, до 8 часов», да, рабочее время указано. Когда звонок поступает вне планово, это, в общем, вызывает какие-то уже мысли и какие-то гипотезы, заставляет о чем-то думать, да. То есть человек, если мы не берем крайнюю ситуацию, что бывает, крайние ситуации крайне редко случаются, да, то оказывается, что человек по каким-то причинам не очень видит границы, в данном случае временные рамки, да, он как будто их отметает, как будто он думает, ну, моя-то проблема очень сложная. Ну, в какой-то степени он поглощен настолько собой, что он не отслеживает, не предполагает возможные чувства и то, как его звонок будет воспринят с другой стороны, ну, в данном случае со стороны специалиста. Ну, в общем, да. И вот эта поглощенность собой, фиксированность на себе, возможно, не очень осознаваемые, а иногда и вполне осознаваемые, ну, не очень осознаваемые мысли какие? О том, что, ну, как будто ты по щелчку пальцев хочешь, чтобы мир как-то задвигался по твоим правилам. Вот тебе понадобилось, да, там, если я встану на позицию пациента, мне понадобилось, и вот сейчас должно это все организоваться. Иногда это вполне осознаваемо. Человек в 10 или в 12, там, я знаю по коллегам, да, он звонит, он говорит, ну, вы же, там, психолог, вы же психиатр, вы же психотерапевт, вы же должны оказывать эту помощь. Почему вы сейчас вот меня там переносите? Вы говорите, там, сегодня 30-е или сегодня 31-е, я буду работать 4-го или 5-го. Ну, это возмутительно, да, мне нужна помощь сейчас. Почему? И, в общем, из этого маленького разговора часть проблематики человека, если это взрослый человек по поводу самого себя, или если это взрослый по поводу ребенка, вот вы говорите про, привели пример по поводу того, что родители, возможно, со своими детьми, я не знаю, там, с определенным поведением, хулиганищим, как сейчас бы сказали, что значит хулиганить? Ну, не управляем он, наверное, больше. Сейчас вот слово хулиганить, кстати, редко используется. Да, это нарушать границы, да. То есть в этом смысле родители демонстрируют то же самое поведение. Замечает он или не замечает, это там другой вопрос, да. То есть он, в общем, тоже пытается демонтировать те рамки, которые приняты. Я сейчас не выступаю ни как адвокат рамок. Ну, типа, это незыблемо. Понятно, что границы, рамки, законы существуют для того, чтобы мы ими пользовались. Ну, как я слышу, в ваших словах нет оценки, хорошо или это плохо. Вы пытаетесь объяснить, что движет этими людьми, да? Я пытаюсь размышлять, что, раз уж мы заговорили о голове специалиста, это тоже важно, как специалист принимает решение. Маленькая кухня такая, да. Я недавно вычитал такой суп дня. То есть что варится в текущий момент в голове у специалиста, да. Вот он такой звонок получает, и у него начинают какие-то определенные гипотезы, о которых я сейчас сказал, начинают рождаться. По поводу того, что является, ну, по крайней мере, одной из трудностей того человека, который в это время звонит. Иногда это бывает серия. То есть вы помните, я в прошлом году, ну, примерно в то же самое время, мне неудобно, но вот как-то так совпало, я тоже вам звонил, да. Или я там пытался к вам попасть тоже в праздничные дни. Ну, это вот вполне себе такая интересная история. И она, ну, становится, или, по крайней мере, имеет все шансы стать частью будущего разговора пациента, если он станет пациентом, ну, или клиента, да, и специалиста. Если они договорятся о том, что терапия, может быть, это будет важно. Интересно, как у нас в психике все устроено, и как это работает. Я сейчас подумала, что мы, люди, очень часто откладываем какие-то дела, ну, такое, ну, условное начало, на понедельник, например, да, начну что-то делать с понедельника, а какие-то дела мы откладываем не на начало, а на конец, в данном случае на конец года, и себе вот эту какую-то избыточность в делах, в решении вопросов устраиваем искусственным даже образом. Вот если чуть-чуть откатить, откуда, как появляется вот это сопротивление, наверное, ну, таким термином, да, психологическим воспользуюсь сопротивление у людей начать что-то новое. Ну, условно говоря, вовремя. То есть возникает какая-то проблема, надо к ней какие-то шаги сделать, и вот, ну, все, я иду и беру и делаю эти шаги, чтобы эту проблему закрыть или эту задачу решить и перейти к следующей. Но нет, у нас же вот, и хоть мы знаем, надо сделать, но вот откладываем, откладываем. Я думаю, что одного решения, раз мы немножко на следующий уровень абстракции вышли с вашим вопросом, я думаю, что мы вышли. То есть вы задали вопрос вообще о началах. Ну, да. Да? Почему? Ну, потому что, мне кажется, вот этот под конец года это уже какой-то накопительный эффект к этому, ну, к этому как-то подошел человек, или семья подошла к этому, что уже все, надо рубануть наконец-то этот узел, и пусть 31 декабря в 8 часов вечера, но найти себе врача-психотерапевта. А вот вы, Елена, думаете, вот это все, о котором вы сейчас интонационно так вы это все сказали, оно, вот это все как формируется в семье? Ну, то есть как оно, вот это все, оно появляется? Ну, это мои, наверное, эмоции, да, где вот в моих интонациях такая решительность, решимость может быть. Возможно, те люди, о которых я говорю, они не такие чувства испытывают, а у них вот, ну, это очень тягостное, и это тягостное или тревожное чувство становится невыносимым, и вот, ну, хоть что-то сделать, чтобы облегчить свои переживания какие-то. И вот, отвечая на мой вопрос, я думаю, что вы ответили на свой вопрос. Помимо решения о том, что нужно прийти, нужно куда-то обратиться, такого решения логически принятого, ну, у нас проблема, да, у нас проблема, да, у нас проблема, говорят супруги друг другу, по поводу ребенка, например. Но вот этой невыносимости ей нужно, очень часто ей нужно созреть, ей нужно появиться, ей нужно накопиться, начать, ну, если хотите, давить, ну, если мы такими терминами будем пользоваться. То есть некий эмоциональный заряд, который будет подпирать еще и это логическое решение, он тоже должен возникнуть, ну, некая энергия, да. То есть это, вряд ли это по поводу… То есть мало рациональной вот этой какой-то устроенной системы. Да, по поводу других каких-то дел, ну, я не знаю, там, мне надо сходить на свидание, ну, условно, да, хорошее какое-то дело, да. Оно же подпирается тоже эмоционально, берется, ну, энергия, скажем так, да, или здесь рука об руку идут соображения умственные и эмоции, которые дают, ну, заряд, которые дают упругость походке, которой человек идет на это самое свидание, да. С обращением очень часто то же самое, только знак у этих эмоций другой. Тревога накопившаяся, страх накопившийся, раздражение, может быть, накопившийся, но сколько мы будем это тянуть, да. Ну, или чувство вины накопившееся. Чувство вины, чувство стыда, но в любом случае некоторые вот это все, как вы акцентированно об этом сказали, я думаю, что вот туда много эмоций накапливается, и тогда на этом эмоциональном порыве очень часто специалисты ищут, ищут к нему и приходят. И, в общем, да. Может ли быть такое, вот мы говорили с вами, да, что праздники проходят, и нет этих людей, которые перед праздниками искали себе специалиста. Вот этот шаг позвонить, вот этот порыв, уже сам этот звонок и попытка договориться о встрече, уже он приносит облегчение. Такое возможно? Иногда, да. И очень часто так бывает, что, ну, в моей, по крайней мере, практике, что ведь это не простой звонок. Алло, здравствуйте, можно к вам записаться на прием там в такое-то время. Вы знаете, у нас ребенок, он вот там с ним вот это, вот это, вот это. И, ну, мама, например, или бабушка, 15 минут, 20, если не перебивать, если не сказать, ну, слушайте, ну, у нас же не началась консультация, да, она может вот начать вот это вот рассказывать. Ну, слова как-то, да, у кого-то сформулировать. То есть, это вот такое, как будто желание немножко избавиться от этого накопившегося материала, очень эмоционального, да. Приносит ли это облегчение? Опыт показывает, что часто приносит, то есть люди и в связи с этим, ну, вроде позвонил, вроде бы специалист сказал, что это не срочно, можно через неделю. Там много сигналов, осознаваемых или не всегда самим человеком, да, которые, которыми меняются два собеседника, специалисты и возможный будущий клиент, клиент или невозможный будущий клиент, они сигналы, меняются какими-то сигналами, да, и вот этот родитель, если мы говорим о семейных каких-то вопросах, ну, какие-то вещи для себя понимает, может быть, он понимает, что специалист ему не поможет, такое тоже бывает, да. Ну, хорошо, там, жена, она стояла, чтобы муж позвонил и записался, а муж был против, он говорит, все равно психологи нам не помогут. Он позвонил и, в общем, поговорил со специалистом таким образом, что убедился, что ему не помогут. Ну, почему не помогут? Да ну вот сегодня он не может, завтра он не может, только через пять дней, и то по записи, в общем, ну, какая-то мутотень, да, и другого искать. Ну, в общем, тут какая-то масса вещей. Я думаю, Елена, мы для того, чтобы какой-то, может быть, порядок в понимании навести, а хочется сейчас это сделать, и, может быть, зрителям нашим, я думаю, что мы потихоньку с вами от проблематики, от содержательной части, ну, то есть люди с чем-то обращают, с чем-то обращаются. Мы переходим с вами к, ну, если хотите, к вопросу, как они общаются друг с другом, то есть к процедурным моментам, да. Ну, в самом общении, в самой коммуникации находится много ответов, вне зависимости от того, по поводу чего это… Сейчас не только содержание, но и форму обсуждали тоже, да, как-то… И мы все больше, мы все больше переходим в форму, в форму не для формализма, ну, меня спрашивают, например, а почему мы должны на «вы» общаться? Ну, я хочу вам «ты» говорить, ну, мы обязательно должны на «вы» разговаривать, или там мы обязательно должны час, вот вы сказали, там, или 50 минут, мы можем эти как-то границы убрать, или нам обязательно… Ну, там, что-то интерпретировать, мы можем с вами просто кино посидеть, посмотреть, или в карты поиграть. Ну, вот у меня, там, я не знаю, нет друзей, я бы хотел… Вот вы мне кажетесь хорошим человеком, да. Вот. И когда специалист призывает вернуться к форме, он очень часто, ну, я так сейчас тоже в кучу сваливаю, про себя могу сказать, это не из-за формализма же, да, а из-за того, что форма позволяет заниматься содержанием. Если форма разрушается, то и с содержанием очень трудно что-то делать, оно начинает растекаться, оно начинает… Ну, понятное дело, если специалист каждый раз будет придумывать правила, и каждый раз каждому новому клиенту или пациенту эти новые правила, не знаю, генерировать их, придумывать, да, потому что, ну, каждый же человек, который приходит, индивидуален. А что тогда превратится эта психотерапия? Вы правы, но у этого очень, ну, не очень, у этого всегда, у этого разговоров специалиста я сейчас вильну в другую сторону, тоже интересную, может быть, разговоры специалиста и клиента, пациента, всегда есть эта обратная сторона, на которую иногда пациента указывают, иногда которую активно пытаются… Вы скрываетесь за формой, вы скрываетесь за тем, что… Вот я что-то говорю, а вы молчите, да? Я бы хотел, чтобы вы что-то ответили. То есть я хочу вас взять за грудки, потрясти и узнать, что вы за личность, что у вас там внутри, что в голове происходит. Это есть такой момент, когда части людей, опять же, в силу разных причин, нужен специалист как живой человек, а не только как формализованная, ну, какая-то функция. И здесь, конечно, есть определенная… Не как искусственный интеллект. Не как искусственный интеллект, да. Как мы начали, да, в начале. Не как искусственный интеллект, потому что… Ну, вот это вопрос, да. И по большому счету в некотором смысле специалист для части людей с определенной проблематикой становится таким примером, что ли, одним из примеров людей, который способен существовать в форме, в социально принятой, но при этом еще и жить. Ну, продуктивно, счастливо, развиваясь. Потому что для части людей кажется, что форма их сильно сковывает, и они пытаются эту форму демонтировать, думая, что если они выйдут за форму, то, наконец-то, они начнут развиваться, да. Классический пример этого – выйди из зоны комфорта, да. Форма – это в какой-то степени… То есть, если ты выйдешь из зоны комфорта, только тогда ты начнешь развиваться, типа, внутри. И вот, ну, я сейчас не буду говорить, потому что есть еще взгляд на разных людей с позицией того, как они организованы, да. Да, наверное, об этом нам придется поговорить в следующих процессах. Внутренне, да. Ну, вот иногда специалист вот становится тем самым примером, а как ты справляешься, как… ну, пациент мог бы спросить, иногда он спрашивает, а как ты справляешься с теми всеми вопросами, которые мучают меня. И иногда наши пациенты, клиенты делают так, чтобы специалист себя почувствовал в шкуре своего пациента. Алексей. Да. Вынуждена прервать вас. Время нашей программы подошло к концу. Спасибо вам большое за этот разговор. Спасибо нашим телезрителям, что были с нами. Присоединяйтесь к нашим следующим программам. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова